Новая котельная города возвышается на Семёнова, 32А. Из трубы уже виднеется лёгкий дым. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец ноября. Современное здание будет обогревать буквально весь Форштадт. А это 14 многоквартирных жилых домов, учреждений образования, общежития, порядка 15 частных строений и магазины. «Объект для нашего города является довольно важным, потому что старая котельная, которая была построена ещё в 70-х годах, уже морально, экономически, физически устарела, поэтому возникла необходимая строительство. Это новая котельная, современная система очистки воздуха, поэтому будет и экономически, и финансово, и экологически выгодно для нашего города, для нашего населения. И даст, конечно, свой эффект за год порядка 300 тысяч рублей экономии на импортном газу». Внутри сооружения остаются последние штрихи. Сейчас котлы белорусского производства работают в режиме пусконаладочных испытаний, по результатам которых будут определены оптимальные режимы нагрузки. «В связи с вводом котельной в данном районе, у нас уменьшится себестоимость в два раза, плюс уменьшится потеря. На сегодняшний день потери составляют 18%. В связи с вводом и пуском этой котельной потери будут составлять не больше 10%. В составе основного оборудования два котла, которые работают на местном экологичном виде топлива щепе. Общая тепловая мощность 4,9 мегаватт». «Это очень грамотное и правильное государственное решение. Использование местных видов топлива – это одна из важных задач энергобезопасности страны. Соответственно, и государственная программа на 2021-2025 годы предусматривает строительство источников на местных видах топлива. Строительство таких источников происходит в центре нагрузок, уходит необходимость в длинных тепловых сетях, сокращаются потери. И современное оборудование в основном отечественного производства позволяет размещать такие котельные прямо вблизи жилых домов». Ещё одно значимое преимущество – на котлах установлены экономайзеры. Тепло от утилизации дымовых газов греет воздух, который поступает в зону горения в топке котла. Благодаря этому не только сокращается потребление импортируемых видов топлива, но и увеличивается эффективность